Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Отчитываюсь о сегодняшнем дне. Имел честь обратиться к выпускникам наших военных академий во Львове и Одессе. К молодым офицерам, которые уже скоро отправятся в действующую армию. В боевые бригады, воюющие за наше государство, и в формирующиеся новые бригады. Это особенная миссия. Именно сейчас получать военное образование. И знать, что уже завтра это образование понадобится непосредственно на поле боя для защиты государства, для управления солдатами и подразделениями. Я счастлив, что в высших военных учебных заведениях Украины нет дефицита тех, кто действительно желает быть украинским офицером. Желает быть именно образованным и эффективным украинским офицером. Кто стремится сделать историю украинской победы в этой войне своей, собственной, жизненной историей. Я пожелал нашим молодым офицерам быть достойными того героизма, который уже демонстрируют наши воины на поле боя сейчас, и который украинцы всегда демонстрировали в своей борьбе за свободу. Я пожелал победы выпускникам наших военных вузов и уверен, эта победа будет. Сегодня мы продолжили наш дипломатический марафон для усиления Украины и защиты международного права, что дает нашему государству больше безопасности. Говорил с четырьмя лидерами государств. В разговоре с президентом Пакистана отметили безусловную важность сохранения полной силы и уважения к уставу ООН, независимости наций и целостности государств. Обсудили наши усилия по обеспечению продовольственной безопасности и имеющиеся угрозы такой безопасности. К слову, уже семь месяцев работает наша экспортная зерновая инициатива. За это время уже 43 страны мира получили более 22 миллионов тонн продовольствия благодаря нашему морскому экспорту. Это весомый украинский вклад в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка. Если бы не это наша инициатива, то сейчас, к сожалению, происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии. Был бы в целом значительно более острый кризис стоимости жизни, которую испытывали разные народы в прошлом году. Но если бы наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась ее затормозить, мы смогли бы отправить на экспорт больше продовольственной продукции, то есть гарантии продовольственной безопасности в мире было бы ощутимо больше. Наши партнеры точно знают, какие именно сознательные действия России подрывают продовольственную безопасность. Работаем над тем, чтобы все-таки дать необходимую стабильность. Должны понимать, это не только вклад в мировую безопасность. Наш морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине. Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, это гарантия личной и семейной социальной безопасности. Говорил сегодня с президентом Эстонии. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины на всех уровнях. Это поддержка и оружием, и санкциями против России, и политическая, в частности, в европейских и евроатлантических структурах. Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к этим предстоящим событиям. Есть и первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды. Проинформировал о наших мирных инициативах, которые продвигаем на площадке ООН. О нашей принципиальной позиции по защите международного права. Обсудили потенциал двустороннего сотрудничества. Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. И было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры, так же как Британия, понимали, как скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя. Обсудили и весомые политические вопросы, которые должны решить уже на этой неделе. Вторая половина недели будет еще более активной с точки зрения международных отношений. Дипломатический темп сохраняем. Как и всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад гвардии наступления. Результаты хорошие. Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем снижать давление на врага, как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу. Конечно, в течение дня был на связи с командующими, с нашей разведкой. Хочу сегодня отметить бойцов 15-го полка, национальной гвардии, которые защищают Луганскую область и не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивает наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении. Благодарю вас, ребята. В районе Марьинки, Донецкой области, особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые каждый день и каждую ночь сдерживают атаки врага. В том районе происходит едва ли не половина всех атак на этом направлении. Наши воины стоят крепко. Спасибо. За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая храбро уничтожает врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины. Спасибо всем, кто сейчас в боях защищает Украину. Спасибо всем, кто держит все наши северные, восточные и южные направления. Слава украинским воинам. Слава всем, кто усиливает наше государство. Слава нашему прекрасному народу. Слава Украине.